Всем привет! Сегодня у нас будет распаковка чемодана с аукциона. Смотрите, какой замечательный чемодан фирмы. Вы, самое интересное, будете в шоке, потому что выглядит он реально как чемодан. Он маленький, но чемодан. Это нельзя надвать сумку. Это чемодан, потому что, смотрите, тут даже пароль можно поставить. И, кстати, я смогу вообще его открыть? Тут может быть пароль. Не, я знаю, как этот ход работает. Видишь, здесь бы змейки вот так стояли. А, вот оно как-то работает. Да, я тоже знала, но я забыла. Ну что, давайте, наверное, взвесим его и посмотрим фирму. Фирма A-A-N-J-O-I. На аукционе он стоил очень выгодно. 30 долларов за такой чемоданчик, потому что... Ну, меня он лично заинтересовал, потому что он выглядит как сумка для ноутбука. И большая вероятность, что там есть что-то подобное. Может быть, там есть ноутбук? Да. О, там уже что-то. О, шматочки. А в первом отделе ты посмотрела? В первом отделе нет. В самом первом. Там же так хрустит. Открывай. Что мы видим? Мы видим какую-то штучку. Не знаю, что это видно. Что это? Это набор отверток. Для чего? Просто для ремонта. Это ехалый ремонт какой-то. Не знаю. Вот я тоже вижу очень... Она магнитная! Отвертка. Она магнитится почему-то вот сюда. Давай посмотрим, как здесь все устроено. Вообще не похоже на мужское, по-моему, на девчачье похоже. Я не знаю, как это все открыть. Сейчас. Что там? Вот какие-то штуки, короче, тоже для ремонта непонятные. Болтики. Положим сейчас обратно. Понятно. Далее мы видим зубную щетку-бритву. Стандартный набор путешественников. Странно, кто так носит, да? Вот так вот без пакета. Ну да, без пакета, без ничего вообще. Я всегда в пакет ложу и... Ну, бритву ладно еще. Ладно, давай быстрее, уже хочется побыстрее перейти в отдел. Что это такое? Чокер? Нет. Я не знаю. Все, давайте смотреть уже крупный отдел. Я вижу здесь что-то интересное. Я вижу зарядное устройство. У меня очень похожее было на айпад. И если я не ошибаюсь... Ты ошибаешься, я знаю, для чего это зарядка. Для чего? Ты не поверишь, но ты можешь даже протестировать на моем ноуте. У меня точно такая же. Только шнур длиннее с удлинителем. Попробуй. Просто вставь. Она должна быть магнитной, по идее. Вот сюда? Да, видишь, вошло? Да. Сложно, получилось. Надо будет проверить, работает ли она или нет. Я думала, это для айпада. Иди сюда. Теперь у меня будет две зарядки, если она, конечно, рабочая. Иди сюда, не гавкай. Так, ну что, что у нас в основном отделе? В основном отделе я вижу... Шмоточки. Шмоточки, да. Это кофта. Давай посмотрим фирму. Фирма Сислей. Какая это? Сислей. Не знаю, такое. Вот такая вот фирма. Размер 370 написано. Наверное, это не размер. В общем, вот такая вот кофта. Далее собака тут нашла у нас... Что ты? Охотничья собака нашла камеру. Это очень круто. Смотри, можно так руку туда засунуть. Знаешь, сразу вспоминается передача из детства. Я всегда с собой беру видеокамеру. Ставьте лайк, если вам не вспоминается, и вы не имеете понятия, откуда эта песня. Потому что я, наверное, не имею понятия, откуда эта песня. И Юля старше меня в целом лишь на 8-7 лет. Крутая камера. Интересно, что на ней? А как посмотреть? Как это всё подключается вообще к... Сейчас я попробую её включить, но я, конечно, не решаю. Её нужно заряжать, наверное, под специальных батареек каких-то. А какая это модель? 40 гигабайт написано. Это мало. 40 гигабайт. Нет, оно не включается. В общем, ребят, если вам интересно, ставьте лайк. Чуть не уронил, мы посмотрим, что на этой камере. Так, давай дальше. Далее мы видим штаны. Штаны. Джоин. В общем, вот такие вот штаны. В клетку. Они на меня, скорее всего, будут маленькие. Охотничья собака в шоке. Она видит, что я что-то нашла, и она тоже хочет искать. Далее мы видим вот такой вот платок. Загадочный. Может быть, с путешествия. И мы видим рубашку топ-мен. Я всё-таки не могу понять. Размера XS. Я не могу понять, это девушка ехал или парень вообще. Смотрите, какая клетчатая рубашка. Размера XS. Или какой-то худенький парень ехал. Или девушка с парнем. Потому что штаны вообще... Так интересно, как девушка с парнем могли ехать с таким маленьким чемоданчиком. Очень маленький. Так это реально чемодан. Посмотрите, видите, для вещей вот такое закрепление идёт. Ага. Дальше мы видим виноградовые свечи. Всё на английском языке у нас. Ароматизованные, похоже. И я вижу две кепки. Одинаковые чёрные, только одна с лейблом, вторая без лейбла. Какие-то иностранные свечи? Да. Смотрите, какая кепка. Ничего, что один. Ничего. Вот одна кепка и вот вторая. Это Violet какая-то кепка. Ага. Нравятся чёрные кепки? Пойдёт. Может оставим себе, постираем. Далее мы видим вот такой вот гольф. Всё-таки, мне кажется, это ехал какой-то худенький парень. Видеооператор, может, какой-то. Раньше же с такими камерами. Это было очень круто. Вот такой вот свитер с горлом. Ещё один надел. Ещё один надел. Сейчас посмотрим, что у нас там лежит. Ребята. Что там? Абарже. Это то, что я думаю. Что? Это яйцо Абарже. Как вы думаете, оно настоящее или нет? Я видела такое только в музее в Санкт-Петербурге. А как проверять яйцо Абарже, настоящее оно или нет? Оно просто так спрятано было? Просто яйцо Абарже, это же очень круто. Их коллекционируют миллионеры. А сколько оно стоит? Ну, порядка там, это в миллионах, в миллиардах исчисляется. Может, три миллиона. Может быть, миллион. Оно так должно открываться? Я не знаю, как оно должно открываться. В музее, когда лично я видела, все яйца Абарже стояли под стеклом и ещё обвязанные красной ниткой. То есть, к ним даже нельзя было приходить и прикасаться. Возможно, это подделка. Возможно, это настоящее яйцо. Я не знаю, но яйцо Абарже, это нереально круто. Да, смотрите, какое. Он говорит, я яйцо Абарже, возьмите меня и проверьте у людей, которые знают, у коллекционеров. Да, ну это, прикинь, если оно настоящее, я просто в шоке. Мы просто станем миллионерами, если оно реально настоящее. Это очень круто, ребят. Это просто... Так, давай подкладку посмотрим. Давай подкладку посмотрим. Собака... А, и тут же ещё несколько отделов. Собака, ты чувствуешь, что здесь что-то ещё может быть или не чувствуешь? Это, кстати, собака, её зовут Лили. А то в последнее время в моих видео вообще фигурирует кошка, но сегодня у нас собака вот такая вот милая, с носиком. Так, что там у нас в чемодане? Любите собак или кошек, пишите в комментариях. У кого есть собака, кошка, интересно мне. Так, я пока ничего здесь не вижу. Давай подкладку вот этого делать, наверное. Вот здесь вот, здесь нет подкладки. Она никак не отстанет. И вот здесь вот ничего такого. Ну, похоже, что всё. Да, похоже, что всё. Это была распаковка чемодана. И самое ценное, что мы здесь нашли, это яйцо Абарже. Давайте посмотрим его. Ну, она нам большую роль, знаешь, не сыграет, даже если она настоящая. Потому что, как бы, мы с тобой знаем, как хорошо заработать. Мы знаем, как хорошо заработать. И, ребята, если вы досмотрели это видео до конца, то вам крупно повезло. Если у вас на канале соберётся хотя бы... Убери лапы с макбука, пожалуйста. Очень понравилось ей яблочко. Угу. Если у вас на канале есть 1500 подписчиков и 5000 часов просмотров, то обязательно переходите по ссылочке внизу, регистрируйтесь по моей партнёрской программе Air. Это очень классная программа. Программа для блогеров. Если вы хотите научиться зарабатывать на своих видео, монетизировать их и выводить достойные хорошие суммы, то обязательно переходите по ссылочке или пишите Юлию в директ в Инстаграм. Она поможет вам стать блогером и хорошенько на этом заработать. Юля решила все шмотки на себя натянуть. Это называется челлендж «Одень 100 вещей». Мы так, кстати, с Владом и познакомились. Ну всё, ребят, спасибо всем за просмотр, хотели бы мы вам сказать. У меня появилась новая зарядка, делаем вывод. У Юли появилась собака. Шучу, мы сейчас находимся в гостях. Вот. И у нас появилось яйцо по дирже. Да? Да. Всё. Всем пока-пока. Пока. Люблю, целую, ставьте лайки. Собака. Какое собака. Сними я поближе. Да. Бумажка.